Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Наш телефон 3190, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня у меня в гостях Надежда Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, главный судебный пристав Тверской области. Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Лариса Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, приветствую вас. Добрый день. И Олеся Александрова, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Олеся Михайловна, приветствую вас. Здравствуйте. Уважаемые друзья, мы хотим предупредить родителей, тех, кто следит за детьми, о всевозможных рисках, которые могут случиться. И несовершеннолетние и дети – это как бы особая часть нашего населения, которыми занимаются и Следственные комитеты прокуратуры. Существует специальное подразделение. Да, вот у вас именно выделено в вашей должности, Олеся Михайловна, что по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и детях. На первом месте всегда стояли дети и подростки в нашем законодательстве. Конечно же, одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. Для нас, органов прокуратуры, как я уже сказала, надзор за исполнением законов о несовершеннолетних – это огромная ответственность за права, за реализацию прав, интересов детей, их здоровье и безопасность. Прокурорскими проверками охватываются практически все сферы жизнедеятельности детей, начиная от образования, права на лекарственное обеспечение, сферы здравоохранения, жилищные права, детский травматизм. То есть нет такой сферы, которая бы не захватила, не требовала бы нашего вмешательства. А здесь вы сами как-то выявляете какие-то правонарушения, нарушения прав детей и подростков. Либо обращаются родители, либо есть такие случаи, когда уже, что называется, ребенок постарше обращается к вам? Нет, фактов обращения детей как таковых у нас не было. Основанием для проведения наших общенадзорных мероприятий являются как обращение граждан, обращение образовательных учреждений, результаты анализа состояния законности, будь то сфера безопасности дорожного движения, будь то детский травматизм на детских игровых площадках. То есть все это требует нашего пристального внимания и принятия при необходимости соответствующих мер реагирования. Безусловно, в летний конкулярный период риск детского травматизма увеличивается в десятки, а то я бы сказала, наверное, в сотни раз, поскольку дети у нас задействованы и на детских игровых площадках, и, опять-таки, опасными остаются для нас из года в год открытые водоемы, открытые окна и москитные сетки. Каждый год, к сожалению. Это, скажем так, социальный бум, именно детский травматизм. И все это, конечно же, обусловлено отсутствием должного внимания со стороны законных представителей, родителей и иных полномочных на это лиц. Поэтому дети наши все, и, соответственно, конечно же, основную роль и основную ответственность несут за жизнь детей их родители. Ну и, безусловно, органы системы профилактики и безнадзорности правонарушения дополняют, регулируют, принимают необходимые также меры ответственности к лицам, не исполняющим эту обязанность. Лариса Анатольевна, а вам с кем больше приходится? С родителями, да? Относительно того, вот, относительно тех же рисков, о которых сказала сейчас Олеся Михайловна. Сталкиваетесь со всем проявлением вот этого? Да, конечно. Безусловно, основная масса обращений к нам это родители законных представителей, но здесь мы, в отличие от прокуратуры, получаем в том числе обращения детей. И детей, да, в том числе, поэтому по-разному происходит выявление проблем, в том числе мы проводим массовые мониторинги проблем, которые возникают в результате рассмотрения обращений. И вот в результате мониторинга, анализа полученных сведений выявляем уже системные проблемы, почему та или иная мера не работает, либо то или иное событие происходит нежелательное. Ну и, соответственно, предлагаем органам, отвечающим за данную сферу деятельности, принять соответствующие меры. А дети вообще по какому поводу обращаются? Разные дети бывают. И на родителей своих жалуются? Нет, на родителей не жалуются. Ну, например, бывает обращение по невыплате родителям алиментов. Сами дети обращаются? Сами дети обращаются, да. Но, как правило, тоже подростки такие уже осознанные, там 16 лет, 15. Это представляете, уважаемые друзья, насколько проблема актуальна, да, что если уже ребенок сам обращается в вышедающую организацию? Были обращения по поводу некачественной работы школьного автобуса из-за ненадлежащего состояния дороги в сельской местности. То есть дети, ребята в деревне были вынуждены находиться на дистанционном образовом обучении, потому что школьный автобус просто до них не доезжал. Такое тоже у нас обращение было. А взрослые, извините, где в это время были? Взрослые решали проблемы с бюджетом, где взять деньги, чтобы эту дорогу отремонтировать. Ну, пришлось немножко им тихо ускорить. В общем, обращения бывают разные. Я не могу сказать, что от детей обращений действительно бывает много. Это всегда какие-то там уникальные события, случаи. Но к ним у нас приковано, конечно, максимальное внимание, потому что это вот какая-то боль, да, ребенка, который вот... Родители узнают уже от вас, что обращался ребенок или каким-то образом? По-разному, в зависимости от ситуации. Мы очень бережно относимся к тайне личности людей, которые к нам обращаются независимо от их возраста, потому что не всегда люди готовы к такой открытой позиции, да, переживают по поводу каких-либо санкций в отношении их, либо их детей, если их имя будет озвучено дальше. Поэтому здесь, в зависимости от ситуации, мы принимаем решение, имеем ли мы возможность и право вообще озвучивать тот источник информации о проблеме, который к нам поступил. Здесь еще надо учитывать положение действующего нашего закона о персональных данных, который предусматривает распространение таких данных только с письменного согласия человека, который обращается за помощью. Поэтому часто в тех случаях, когда человек настаивает на сохранении какой-то своей анонимности и охраны частной жизни, безусловно, мы эту защиту ему обеспечиваем. Слушайте, у нас просто на грани дипломатической работы. Это очень тонкая материя, потому что, скажем так, часто, особенно в небольших населенных пунктах, все на виду. И лишнее распространение такой информации, оно может только повредить истории, ситуации или ребенку. Поэтому, конечно, здесь нужно все-таки выбирать наиболее безопасный способ реагирования, в том числе для человека, который обращается за помощью. — Надежда Геннадьевна, у Вас служба судебных приставов то же самое, что прокуратура. Это всегда дети на первом месте. В канун Международного дня защиты детей у Вас, как всегда, акция. Она стала ежегодной, да? Судебные приставы детям. — Да, уже многие годы по всей России мы проводим эту акцию. Сейчас, как и в предыдущий год, она проходит достаточно длительный период времени. Начали мы ее с 20 мая и закончится на 10 июня. Ну и традиционно, конечно же, здесь мы используем, скажем так, и информационные ресурсы для того, чтобы еще раз рассказать. Вот сегодня уже вспоминали тему алиментов. Это основная тема, которую мы освещаем в эту информационную акцию, потому что это действительно проблема. И в этой студии мы уже много раз это обсуждали. И ребенок, особенно уже в осознанном возрасте, понимает, что эту обязанность второй его родитель не исполняет. — Да, вот представляю себе, до чего должен был дойти ребенок, который позвонил и сообщил, что вот именно вот эта проблема назрела. Наверное, в семье просто катастрофически не хватает денег. Да мало ли чего, да? Это обязанность каждого родителя. — Да, дело тут даже не в том, что происходит в семье, да, и какой достаток в этой семье. Дело в обязанности, которая возложена на родителей, и он должен ее исполнять. — Я сейчас вас перебью, потому что нам показывают, что у нас перерыв на небольшую рекламу. Продолжим сразу после перерыва. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня наша тема — это защита детей от всевозможных преступных подсягательств, от всевозможных правонарушений и тех жизненных ситуаций, в которых часто виноваты сами взрослые. Мы затронули тему алиментов. Эта тема всегда животропищущая у нас, да, и всегда очень крупные суммы денег. Кстати, уменьшается общее число алиментов, которые сейчас должны детям нерадивые родители? Ну, конечно, в течение текущего года, конечно же, оно уменьшается, потому что мы предпринимаем меры их трудоустройства, особенно есть должники, которые трудоустраиваются определенными периодами, и все равно в течение года, да, вот эта миграция такая происходит, как бы этих судебных решений, и, конечно же, уменьшение происходит. Ну, из года в год мы взыскиваем все большую сумму алиментов, да, то есть изыскиваются и крупные задолженности, да, и текущие алиментные обязательства. Поэтому динамика определенная в этом вопросе, она есть. Но при всех обстоятельствах сказать, что у нас вот нет, да, судебных решений, или они все должники трудоустроились, да, и все осуществляют эти выплаты, конечно же, сказать это нельзя. Достаточное количество еще пока должников именно, да, те, о которых мы говорим, которым применяется полный комплекс мероприятий, в том числе и меры административного воздействия, уголовного воздействия. Должники, которым уже неоднократно применялась эта мера, в том числе и уголовного воздействия. Есть должники, которые уже и отбывали даже реальный срок, да, хотя и небольшие сроки лишения свободы в связи с неоднократным привлечением к уголовной ответственности. Но, увы, да, не всегда это приводит именно к тому, что алименты начинают уплачиваться. То есть, ну, это определенная категория, да, есть категория достаточно добропорядочных, да. Должников хотел привести простой пример. Сейчас у нас, да, мы живем в цифре, все у нас приходит на единый портал госуслуг, и вот совсем недавно, да, возбудили исполнительное производство. Должник в суточный срок получил постановление о возбуждении, на следующий день сразу же пришел к судебному приставу исполнителю, и документы принес от трудоустройства, да, и квитанции подтверждающие, что там некоторое время оплачивали алименты. И вот там буквально в течение трех дней исполнительный документ направили по месту работы. Он сам взял даже копию постановления для того, чтобы передать бухгалтеру помимо судебного пристава исполнителя. Все. Вот буквально в течение там вот недели, да, вопрос разрешился, и уже алименты удерживаются, надежащим образом уплачиваются. То есть и никакой проблемы нет. Абсолютно противоположная история. У человека также есть и на госуслугах личный кабинет, и также ушли соответствующие документы, да, и должник решил, что он потихоньку спрячется от судебного пристава исполнителя. Спрятаться не удалось, кроме начисленной заработной платы, кроме начисленной задолженности, которую мы, естественно, рассчитали из полученных сведений о трудоустройстве. Еще и на придумовой территории обнаружили транспортное средство, арестовали, но тут же нашлись денежные средства. Вот когда арестуют, если уже непосредственно забирается в твои карманы или что-то, арестовывая тем более машину, сразу же находится. Денежные средства, более чем 300 тысяч нашлись сразу же, да, и задолженность была уплачена, потому что возник риск, да, вот лишиться своего имущества. Хотя этому же должнику никто не мешал, да, также явиться в службу судебных приставов, предъявить соответствующие документы. Это вот, знаете, меня вспоминается, крылатая такая, вода камень точит. Вот вы как ходите, вот, да, вот как пристав судебный, вот он ходит и ходит, да, все равно человека каким-то образом вынуждает, либо, ну, часто именно этим и заканчивается. Ну, да, и вот мы начинали говорить об акции, да, то есть, естественно, мы во время, вот в этот период времени, естественно, да, больше чаще посещаем наших должников, потому что активно по всей области идут рейдовые мероприятия, и утренние, и вечерние часы, вот, и вот несколько человек уже в рамках розыска были разысканы, привлечены к административной ответственности уже, да, потому что протокол составляется незамедлительно после обнаружения должника. То есть, конечно же, эта работа, она ежедневная, не только вот во время этой акции, ну, вот сейчас мы больше такое внимание обращаем этой категории. И 30 мая у нас состоится горячая линия в аппарате управления с 10 до 16, возможно, позвонить по телефону 77 90 09 по любым вопросам, которые и по имеющимся судебным решениям, может быть, ситуация требует всего лишь консультирования, да, по еще невзыскиваемым элементам, но она назревает, мы готовы дать, ответить на все вопросы. Если будут вопросы именно по конкретным исполненным производствам, то, естественно, это будет зарегистрировано как обращение, естественно, мы разберемся. Алиса Михайловна, вот во всех случаях, которые Вы сегодня перечислили, да, какие риски это рождение, заканчивая, окончанием школы? Кто несет ответственность? Вообще, родители каким-то образом привлекаются? В каких случаях те же падения из окна, когда маленький ребенок вновь остается один, да? Те же несчастные случаи на стройке, сколько этого было? Когда маленький ребенок гибнет в водоеме, тоже брошены? Конечно же, самую, скажем так, основную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своих детей несут их родители в силу установленной законом обязанности. Как я уже сказала, органы системы профилактики безназорности и правонарушений контролируют, корректируют деятельность родителей в случае, если они исполняют свою обязанность ненадлежащим образом, неполно, соответственно, принимаются меры административного характера при необходимости ограничения родительских прав и применительно гражданской ответственности, и в крайних случаях лишения родительских прав. И, конечно же, это меры уголовной ответственности, когда по, скажем, трагическим обстоятельствам ребенок погибает при тех или иных обстоятельствах. То есть это подлежит уже уголовно-правовой оценке. Лариса Анатольевна, относительно того, что мы сказали, как бы это внешние все равно, угрозы внешние, а какие еще сейчас новые риски, мы уже, к сожалению, не первый год поднимаем эту проблему, чтобы не влезть в сознание ребенка, это интернет, что-то сейчас... Сколько, мы говорили, сайтов, помните, которые были, которые подталкивали ребенка к тому или иному поступку вплоть до самоубийства? Чего только не было. Что сейчас у нас? Как обстановка? Выстраивается система профилактики таких рисков в интернете, именно в российском сегменте. Вчера у нас был круглый стол в Министерстве внутренних дел, и регионы подключались туда посредством видеоконференц-связи. Было получено нами очень много информации о том, что конкретно делается в этом направлении. И надо сказать, что сделано уже действительно очень много, и цифры такие впечатляющие, достаточно порядка миллиарда уже единиц этого контента уже было зачищено, заблокировано. Понятно, что это не вычистило до конца весь негатив, потому что это, безусловно, плодится в геометрической прогрессии. Но радует то, что именно на государственном уровне уже осознан масштаб происходящего, и уже приняты конкретные меры. Есть создан уже специальный центр, который занимается именно технологической разработкой с использованием вот этого интеллекта искусственного, который вычленяет негатив, противозаконные сообщения, причем это касается как пабликов, так и закрытых сообществ, и даже личных сообщений. Ну, наконец-то, потому что раньше надо было это все делать. Но при всем при этом, конечно, надо отметить, что и никто с нас, с родителей, и вообще со взрослых лиц не снимает обязанность разговаривать с детьми, с подростками о том, с чем они могут столкнуться. Потому что, к сожалению, злодей не всегда выглядит злодеем. И в реальной жизни, да и в интернете тоже. И иногда под благовидным предлогом, например, заработка, а дети у нас сейчас, подростки, очень сильно замотивированы, они хотят работать, зарабатывать. И даже в меньшей степени интересует летний отдых как таковой, они больше замотивированы уже на собственный заработок, да. И они под вполне таким объяснимым желанием заработать соглашаются на неуполнение вроде бы безобидных действий, да. И, к сожалению, происходит дальше страшное, да. Либо они вовлекаются в откровенный экстремизм, да, в какие-либо террористические там действия в отношении объектов, инфраструктуры. Да, к сожалению, это да. Либо, допустим, они становятся жертвой финансовых мошенников, которые используют детские банковские карты в качестве дроп-карт для перевода тех же денег, полученных в результате мошеннических телефонных звонков от пожилых людей, ну, не только от пожилых, туда попадают у нас все категории, к сожалению, наших граждан. То есть через подростковые банковские карты прокачиваются несколько раз эти финансовые средства, потом просят кого-то обналичить, то есть ребенок обналичит за определенные вознаграждения там, да, тем самым становится соучастником преступления. И буквально на днях уже даже вышло решение Верховного суда, в отношении как раз такого владельца дроп-счета, который признал его в том числе виновным и постановил компенсировать потерпевшим порядка 100 тысяч рублей. Надо понимать, что если это ребенок, то компенсировать это будут в том числе родители. Ну, либо он сам пойдет работать, и вместо того, чтобы купить себе новые кроссовки, в итоге будет несколько лет выплачивать вот этот вот ущерб, который причинил людям своими непродуманными действиями, пусть даже по незнанию, либо почему-то по каким-то другим мотивам. Но, тем не менее, такая гроза существует, и хотелось бы, чтобы все родители отчетливо это понимали, и с ребятами со своими, такую работу тоже разговор такой составили, провели. Да, вот я полностью с вами согласна. Мы постоянно сообщаем, напоминаем жителям, родителям о том, что нужно быть крайне внимательным к своим детям. Та же тема, вот, Алиса Михайловна, тема, когда подросток становится курьером этих же мошенников, да? Часто привлекают подростков наркокурьером. Безусловно, детей вовлекают в совершение как раз-таки, скажем так, сбыта наркотиков под предлогом быстрой наживы легких денег. Ребенок, не понимая всей ответственности, является соучастником преступления, и, конечно же, впоследствии несет уголовную ответственность. Давайте мы еще раз напомним, с какого возраста наступает уголовная ответственность? В общем и целом, с 16 лет, в определенных случаях с 14 лет. То есть важно, чтобы и сами дети, и родители помнили об этом, да? Вы в качестве профилактики общаетесь с детьми? Школы, хотела сказать, пионерские лагеря раньше, теперь оздоровительные лагеря, каникулы начинаются. Скажем, правовое просвещение – это неотъемлемый атрибут нашей деятельности. В ходе которой, конечно, мы посещаем образовательные учреждения, и школы, и колледжи, и высшие учебные заведения, где разъясняем правила поведения в обществе, в том числе, поскольку кто-то не услышал, кто-то не совсем понял своих родителей, кто-то кого-то не услышали в образовательном учреждении. Поэтому мы также стараемся донести детей те нормы закона, которые они обязаны исполнять, соблюдать и понимать, что они... Да, понимать, да, что они и делают, и творят. Вот Лариса Анатольевна сказала, возможно, он не знал. Да, возможно, он, может быть, и не знал, а, наверное, знал, если такие деньги, да? Хотя говорят, что те же самые курьеры в мошенничестве или наркокурьеры, это как бы товар такой расходный, назовем это так, да? Одноразовый. Одноразовый. Ну, неделя, две, ну, если месяц, повезло, и все, а потом заканчивается все плачевно, вся жизнь испорчена. Надежда Геннадьевна, мне бы хотелось, чтобы вы обратились еще раз сегодня к должникам, потому что вами работа проводится, но, может быть, кто-то не услышал. Что, ну, как-то имейте совесть, товарищи. Хотелось бы сказать, что вот в случае, если все-таки неуплата алиментов происходит не потому, что существует какая-то жизненная ситуация трудная, да, но они бывают, нет, негде трудоустроиться, да, то есть какие-то жизненные обстоятельства, а, наверное, хотелось бы обратиться к тем, ну, в основном это мужчины, конечно же, да, кто не платит алименты по какому-то определенному принципу. Вот хотелось бы напомнить, что все-таки алиментные обязательства уплачиваются на содержание ребенка, вне зависимости от тех взаимоотношений, на которых вы остановились, когда там, там, семейные взаимоотношения, да, прекратились. Отношения с ребенком прекратиться не могут и не должны. И, кроме того, они не должны быть взаимосвязаны с неисполнением обязанностей, которая возложена государством и уже возложена судебным решением, потому что при всех обстоятельствах служба судебных приставов предпримет все меры для того, чтобы эти алименты того и уплачивались. Кроме того, на сегодняшний день законодательство позволяет, да, работать в том числе и с теми должниками, которые, ну, скажем так, делают видимость уплат алиментов. Это те незначительные выплаты, да, которые раньше, ну, достаточно спасали, да, можно сказать, должника от ответственности. Да, на сегодняшний день, на сегодняшний день, если алименты не уплачиваются в полном объеме, то, естественно, это тоже является неуплатой, и в этом случае должника возможно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной ответственности. Вот, поэтому нужно помнить, да, о своей обязанности, если по каким-то причинам, да, все-таки есть жизненные обстоятельства, есть возможность обращения в суд, снижение размера алиментов, да, получение рассрочки по выплате задолженности по алиментам, ну, естественно, через определенное судебное решение. Но алиментные обязательства должны уплачиваться. В том числе, я хотелось бы сказать, что мы сейчас активно работаем совместно с правительством Тверской области по, скажем так, готовить соглашение по возможности трудоустройства тех должников, да, которые находятся как раз-таки в определенной тяжелой жизненной ситуации, да, как раз-таки с целью помощи, да, и с целью того, чтобы хотя бы текущие алиментные обязательства уплачивались. Вот, рабочее совещание уже одно состоялось, сейчас мы готовим проект соглашения, и я думаю, что в этом году у нас должно это соглашение уже начать реализовываться, и я прям призываю всех не прятаться от нас, да, а прийти с этой проблемой, и мы совместно ее будем решать. Если это действительно проблема, а неустойчивый какой-то принцип, что я платить алименты не буду. Олеся Михайловна, я знаю, что прокуратура уделяет большое внимание именно ликвидации задолженности по заработной, плате, потому что это тоже затрагивает, все затрагивает интересы детей, да, вроде бы и не алименты, а все равно, если человек не получает зарплату, каков уровень жизни ребенка, все взаимосвязано. Конечно, защита трудовых прав несовершеннолетних в том числе является предметом надзорной деятельности прокурора, и, как правило, чаще всего эти нарушения выявляются как раз-таки в летнюю оздоровительную кампанию, когда большинство подростков трудоустраиваются, и здесь уже прокуроры при осуществлении своей надзорной деятельности дают оценку законности принимаемых работодателями решений при соблюдении требований закона при принятии на работу подростка, оформлении трудовых отношений с ним, прохождении медицинских посмотров, ну и так далее. Надежда Геннадьевна сказала, вот судебное приставо детям, это традиционная горячая линия, акция проходит, акция, да? У вас, наверное, в прокуратуре тоже. Вы, кстати, совместно работаете по этой проблеме, все вот здесь присутствующие? Все присутствующие совместно и работаем, да, и при рассмотрении обращений каких-то конкретных, и при проведении каких-либо мероприятий, да. То есть очень ряд, да, таких вот плановых мероприятий есть, да, на которых, естественно, принимаются какие-то и системные, да, значит, решения, ну и, как я и сказала, да, и по каким-то конкретным решениям, конечно. Лариса Анатольевна, ваше слово, что называется, она показывает, программа подходит к концу. Ваш совет взрослым относительно наших детей? Не отталкивать детей, всегда быть рядом, слушать и слышать, понимать, что тебе говорит ребенок, стараться встать на его позицию и не быть тем, кто отвергает и наказывает. Это самое главное, потому что это основа всех доверительных отношений и основа, в общем-то, относительно без проблемного существования ребенка в будущем. Это, в общем-то, ну, основа жизни его в дальнейшем. Если в семье есть доверительные отношения, со всеми любимыми другими проблемами можно справиться. Если таких отношений, к сожалению, нет, то и начинаются как раз вот те истории, которыми вот мы с Олесью Михайловной, с другими надзорными организациями вынуждены бывают заниматься постоянно. То есть родители занимают менторскую позицию с высоты, считают, что он, безусловно, прав, ребенок никогда не бывает прав и должен слушаться его обо всем беспрекословно. Это, к сожалению, не работает. Сейчас дети, ну и вообще, в принципе, дети – это тоже люди, личности, с самого рождения, с пеленок. И их интересы нужно понимать, слышать и учитывать обязательно. Так не бывает, чтобы только родительская позиция была абсолютно правильная. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Хочется пожелать, чтобы как можно меньше отчего было детей наших защищать, да? Чтобы все-таки жизнь была детская, светлая, радостная, солнечная и счастливая. Спасибо вам огромное. Пусть будет так. Всего доброго, уважаемые друзья. Берегите себя, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова